доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые видео слушатели моего канала и мы сегодня не в очередной раз может быть там в третий в четвертый в пятый в шестой в седьмой возвращаемся к теме катастроф сегодня в санкт-петербурге такую новость я увидел в интернете произошел это международный форум присутствовали премьер-министр мишустин видимо не только он и вся его комарилья и обсуждался вопрос безопасности транспортной отрасли россии прежде всего авиационной понятно отрасли но я думаю были затронуты вопросы иноземного транспорта ржд автотранспорта но прежде всего конечно у всех всегда на слуху это самолет и сегодня же так совпало вместе с этим форумом по безопасности транспортной отрасли россии так это будем называть по крайней мере так это звучало в новости которые сегодня вычитал интернете значит произошла катастрофа авиакатастрофа погибла вот не могу сказать точно то ли 124 то ли 224 человек вот не помню но не важно важно что погибли люди вот этот форум проходит значит кто-то летит на самолете и вот они попадают в аварию и погибают эти люди пускай там даже один человек погибнут там погибло больше сотни насколько я понимаю вот у меня соответственно вопрос я повторюсь что я такое видео уже снимал неоднократно понятно и ни для кого не секрет что любая катастрофа ну будем давайте будем гореть там на примере вот авиаотрасли то есть она происходит не по вине самолета то есть не самолет падает а падает человек то есть по вине человека всегда на первую в первую очередь на первый план выходит человеческий фактор человеческий фактор прописан в и као документе определяющим вообще всю процедуру деятельности так далее и тому подобные вещи связанные с авиа какой-то с авиационной сферой и као да вот этот документ но тем не менее и там это прописано повторюсь еще раз и в ряде других ни одном десятке документов это присутствует что падают не самолеты падают люди в авиационной отрасли то есть ну вот собственно все что я говорю можно с той же степенью экстраполировать на ржд транспорт автотранспорт когда попадают в аварию там поезда и так далее и тому подобные катастрофы три составляющих с точки зрения человеческого фактора это организационный фактор то есть это люди организаторы всего этого дела и мероприятий второй момент это эксплуатанты то есть это организации непосредственно эксплуатирующие пускай это будет самолетами не знаю железнодорожный вагон автофурок что угодно как угодно да ну говорим о самолетах как наиболее ярком и таком ярком примере проблемном то есть повторюсь еще раз это организационный фактор это эксплуатирующий фактор в том числе техники обслуживающие такие сложные устройства как самолеты где-то что-то не докрутили где-то что-то не досмотрели ну и так далее ну и собственно организационный эксплуатанты ну и пилоты да то есть водители так скажем всего этого транспорта там пилоты в авиаотрасли там я не знаю машинисты железнодорожных составов и так далее и тому подобное в каждой отрасли они по-разному называются и это не является важным важно что факторов три организаторы эксплуатанты и ну тоже собственно эксплуатанты это водители то есть это пилоты допустим господа идиоты мои дорогие когда уже наконец поймете этот момент что реально проблема всегда и везде связана с человеком как бы это не выглядело какими-либо факторами там погодными условиями чем либо еще это не объяснялось в конечном итоге если быть откровенным и положить руку на сердце мы будем и должны признать этот факт что всегда виноваты люди даже если это связано якобы то есть комиссию устанавливают что плохие погодные условия а где были службы отвечающие за эти самые погодные условия по крайней мере определения их негативного возможного негативного влияния на эту ситуацию если это техник который не докрутил гайку на самолете если это прежде всего первое я начал с этого организаторы всего этого дела мероприятия которые не досмотрели до людьми не досмотрели за режимом труда и отдыха пилотов тех же которые организуют эти мероприятия диспетчера кто угодно в любом случае как бы мы чтобы мы не разбирали какую-либо катастрофу в конечном счете мы все равно подойдем человеческому фактору то есть людям которые этим непосредственно занимались в том или ином смысле и это надо понимать и учитывать то есть человек человек еще раз человек не пистолет стреляет а человек стреляет не поезд попадает в аварию а человек попадает в аварию в каком бы то ни было смысле не самолет разбивается да а человек разбивается организатор ли то будь техник ли то будь пилот ли то будь это все равно в конечном итоге человек всегда и везде виновен если мы ищем виновных а у нас в россии это особо принято делать на западе немножко не так но в принципе ситуация та же самая все равно в конечном итоге проблема заключена в человеке в человеческом факторе я не устану об этом повторять какой-то периодичностью меня начинают по этому поводу напрягать все это колбасить как горят сейчас молодые люди да то есть надо это понимать организаторы эксплуатанты и эксплуатирующие то есть пилоты эксплуатирующие эксплуатанты это те службы которые все это дело обслуживают ну и прежде всего повторюсь еще раз это организаторы любых мероприятий связанных с значит вывод форум санкт-петербурге сегодня катастрофа авиакатастрофа погибают люди ими шустин все прекрасно все замечательно все удивительно у нас прекрасная транспортная отрасль одна из ведущих в мире и соответственно у них все хорошо а самолеты падают значит расстрелять надо кого давайте будем объективны у нас далеко все нехорошо в этом мире этой жизни в этой организации в этих людях к сожалению оно это так и есть и и судить и расстреливать надо организаторов кто организаторы посмотрите участников список перечень участников вот этого самого сегодняшнего санкт-петербургского форума по безопасности транспортной отрасли россии и так совпало что сегодня же в россии произошла очередная авиакатастрофа очень знаменательно печально и знаменательно это что-то наверное значит просто так в этом мире в этой жизни ничего не случается и не бывает на этом все благодарю за внимание пишите под этим видео оставляйте свои комментарии что вы по этому поводу думаете и будьте здоровы и удачи всем спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!